В селе Создинском, что в 20 минутах езды от Актуби, Амангельдэ Мусагалиев прожил всю сознательную жизнь. Долгие годы работал механиком, а год назад решил построить собственный бизнес. Гаражи дома обустроил офис, привлек нескольких местных водителей с личными авто, нанял специалистов по тех и медосмотру, оформил необходимые документы и получил разрешение на открытие ИП. Однако не тут-то было. Таксисты, облюбовавшие уголки на остановке Достан в 12-й микрорайоне, не позволили новоиспеченному бизнесмену увозить пассажиров вне очереди, тогда как сами занимались частным извозом абсолютно незаконно. Год назад открыл индивидуальные предпринимательские деятельности с разрешения Акима, совхоза, Созиньского товарища, здесь у Кушина. Я ходил без работы, бывший заработник Созиньского совхоза, бывший завгар, посудя, что имею машинные отношения, и открыл индивидуальные предпринимательские деятельности такси. Все это таксисты были наклейки, как положено, транспортный контроль, с разрешением их, удомления есть, все есть. Ну, нелегальные таксисты не дают работать. Десять смены работают, по 40-50 машин, две смены, это 80 автомашин. Именно тогда Амангельда Ага объявил новоиспеченным коллегам настоящую войну. Написал не одно письмо в сельский Акимат, управление дорожной полиции, отдельно в департамент внутренних дел и прокуратуру. Все в один голос твердили, стоянки для такси на данной территории никогда не было, перевозчики работают незаконно. Но слова руководителей вышеуказанных органов по сей день остаются просто словами. Я писал в органы, в прокуратуру написал, в прокуратуру рейд делал, тоже осматривали, что действительно не положено там стоять. Ближе 15 метров останок, везде, по всему Казахстану, даже по правилам, не положено там стоять люди, они на останок стоят. Там пешеходный переход, вдруг завтра кто-нибудь, авария, что-то случится, ДДП, кто будет отвечать? Потому что они же, они поэтому пишут, что там стоять нельзя. А сами никакой контроль не ведут. Между тем, Аман Гильдамус Агалиев признается, сегодня почти все мужское население Создинского занято именно в этом деле. Одни выходят на заработки после ночной смены, другие занимаются частным извозом в течение свободных от вахты 15 дней, для третьих это единственная возможность прокормить семью. Тем временем в налоговом департаменте, куда мы обратились за разъяснением ситуации, разводят руками. В связи с введенным мораторием до 31 декабря органами налоговой службы рейдовые мероприятия по выявлению зарегистрированных лиц не проводятся. Поэтому, если жителям города Октябрь известны факты незаконной предпринимательской деятельности, необходимо подавать заявление в налоговый орган по городу Октябрь, находящийся на улице Моресева, только с подтверждающими документами или фактами. Ну а в департаменте внутренних дел, напротив, о скандале наслышанной в ноябре прошлого года, в данном районе, по заявлению Амангельды Мусагалиева, полицейские провели несколько рейдов. Установили знак «Стоянка запрещена» и написали письмо в отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автодорог. Только за один ноябрь месяц восемь водителей были привлечены к административной ответственности. За невыполнение требований дорожного знака «Остановка запрещена». То есть по его же просьбе, по его же обращению, там был установлен знак, дорожный знак «Остановка запрещена». Вместе с тем, чтобы обезопасить пешеходов возле автобусной остановки, также исключить фактов стихийной парковки автомашин. Нами было инициировано письмо руководителю отдела ЖКХ с предложением, чтобы там установить бордюрные ограждения и тротуар перед автобусной остановкой на указанном месте, то есть это на улице Бугимбай-Батыра, напротив дома номер 25. В октябре на сегодняшний день только 46 мест, оборудованные для стоянки легковых такси. Остановка «Достан» в это число не входит, как и десятки других самодельных парковок. А пока вышестоящие органы не придумали управы на нелегальных извозчиков, страдать приходится законопослушным гражданам. Асюла Махмутова, Сергей Калашников, программа «Факт». «Факт». Продолжение следует...